У него нет ни цвета, ни запаха, ни вкуса, но последствия, что он за собой оставляет, страшные. Угарный газ является одним из токсичных компонентов выхлопных газов, из-за чего ежегодно статистика смертности от утечки газа неимоверно растет. В Каспийский затопительный сезон 2022-2023 года случаев отравления угарным газом, по информации, полученной от дежурных скорой медицинской помощи, 6, в которых пострадало 13 человек, из них один несовершеннолетний. С летальным исходом 2 человека. По словам начальника отдела внутридомового газового оборудования «Каспийсгазсервис» Магомеда Махмудова, основной причиной возникновения массовых отравлений является неправильное использование печей или котлов. Основная трагедия происходит в зимний период. Многие устанавливают эти водонагревательные колонки в ванной. Человек купается в ванной, естественно, горячей водой. Естественно, человек расслабляется. Плюс угарный газ, и человеку хорошо, в теплой ванне лежит, вот так и засыпает, и больше не просыпается. Представители ООО «Каспийсгазсервис» регулярно проводят рейды и проверяют жилищные комплексы и частные дома. На соответствии установления газового оборудования нормам. Магомед Махмудов сообщает, что жители города зачастую безответственно и халатно относятся к рекомендациям специалистов. Многих устанавливают эти камни в ванной комнате, труба фольга, выводят просто на улицу, просто вот так выводят. Он не будет работать, там непринудительная вентиляция. Она фактически должна быть не менее двух метров в вертикальном положении. Поэтому люди строят, миллионные дома строят, а тысячи две не могут устанавливать необходимую вентиляцию. Или вентиляцию, или димуотвод. В период утечки газа человек чувствует некую слабость, головокружение, бессилие, а после в течение 10-20 минут в зависимости от концентрации газа человека охватывает паралич. Чтобы не допустить необратимых последствий, рекомендуется проводить регулярное техобслуживание и проверки, а также не менее важно установить в доме вентиляцию и дымоотвод. Стоит подчеркнуть, что все работы проводятся исключительно по обращению жителей. Заказчиком этих работ должен выступать частник, имеется в виду или владелец дома владения, или собственной квартиры. Мы не являемся заказчиками, мы являемся исполнителями. Люди должны с нами заключить договор, мы должны выполнить работу. Год 11 выполняется эта работа, и год 11 оплачивается. Отметим, что в Каспийске действует абонентская плата, благодаря которой горожане могут оплатить все необходимые услуги в течение года. Асияту Малатова, Гаджи Гаджиев, Новости, Телеканал Среда.